Саламат Сатар Макруме, Тотан Астар. Здравствуйте, уважаемые соотечественники. Прошу подтвердить, что меня хорошо слышно. Сегодня тема нашего митинга, прямого эфира, митинг ДВК 6 июля. В этом году будет 20-летие Астаны, и очевидно, что будут мероприятия по всей стране, праздничные мероприятия во всех областных центрах и городах, и, судя по всему, и в районных центрах. Поэтому я предлагаю провести, использовать так называемые принципы Айкидо. Они проводят мероприятия, мы не мешаем, мы просто тоже на них приходим, и наши сторонники просачиваются на эти митинги, то есть на это мероприятие, где мы можем провести митинги, а именно развернуть наши плакаты, озвучивать наши лозунги. В этот раз мы, скажем, приходим на эти же площади, которые теперь не будут огорожены, потому что власть все это сама будет раскрывать, и проведем свои акции протеста. Детали, я думаю, отработаем. Сейчас я хотел бы в этой связи обратиться к вам, чтобы вы помогли нам тщательно подготовиться к этой акции. Что нужно узнать? Нам нужно составить карту мероприятий для каждого города, областного центра или крупного населенного пункта, типа района центра. Здесь сидят в чате очень много наших людей с разных регионов страны, и поэтому нам нужно получить сведения о каждом городе. В каком месте будут проводиться мероприятия, какая программа, будут ли салюты, кто там будет выступать, кого приглашают. Поэтому я обращаюсь к нашим сторонникам, чтобы мы могли эту информацию как можно быстрее собрать. Буквально день-два мы должны иметь полную информацию. И тогда мы будем размещать рекламную кампанию, видеороликов, все прочее, где подробно объясним, что необходимо делать 6 июля в каждом городе отдельно. Еще раз я обращаюсь к участникам чата. Нам нужна информация о проведении так называемого Дня Астаны. Мы все прекрасно понимаем, что это будет День Насултана Назарбаева. Поэтому идея сделать такой веселый, красивый праздник, продолжить нашу акцию за бесплатное образование. Судя по всему, нам нужно требовать озвучивать те лозунги, которые должны были прозвучать 23 июня. Поэтому я прошу по каждому городу график, место, кто будет выступать, во сколько часов. То есть нам нужно максимально подробную информацию, вплоть до того, какое количество полиции там будет присутствовать на такого рода мероприятиях. Здесь много звучит вопросов, что вот нас мало и так далее. Я, в принципе, в субботу говорил, все эти препятствия, которые нам делает власть, они все быстро падают, если нас будет много. Мы, в принципе, уже месяц рекламировали нашу тему, именно бесплатное образование. Она затрагивает многих. До 1 июля закончатся все экзамены по НТ. И именно с 1 июля недовольных именно результатами ЕНТ будет много. Более того, мы знаем, что очень много результатов по НТ оформляется коррупционным способом. И многие будут получать гранты тоже по кривому. И будет много ситуаций, когда те люди, которые более способны, получили лучшие оценки, они выпадут из системы грантов. Поэтому мы можем обращаться и к этим студентам будущим, и к молодежи, которые хочут поступать, но не имеют возможности, чтобы они участвовали в акции 6 июля. И тогда у нас будут возможности добиться, чтобы с 1 сентября эта молодежь получила возможность учиться в среднеспециальных и высшеучебных заведениях бесплатно. Теперь я хотел бы предложить следующие действия для того, чтобы наших сторонников на этих акциях было много в каждом городе. Но прежде я еще раз хочу сказать, ко мне поступали и поступают предложения. Вот сегодня мне один молодой человек на казахском языке написал, что нужно проводить митинги в Алмате и в Астане. Мне этого достаточно. Кто-то писал, что нужно опираться на людей, кто живет в сельской местности, типа они бесстрашные и все будут делать. Я походу хочу на два этих вопроса ответить. Во-первых, если говорить о жителях села. Я много раз говорил, что смена режима во всех странах мира, более того, даже взять период Древнего Рима и так далее, всегда делалось в городах, где большое скопление людей. Население сельской области, оно разбросано. Их численность маленькая, во-первых. Во-вторых, власть находится в городах, а не в районах. Ну что вы там, снимете с места Акима района или Акима сельсовета, что ли, и все поменяется? Нет, конечно. Власть находится в городах областных центров, в городах и в Астане. Поэтому именно там должна быть концентрация сил тех людей, которые недовольны режимом. И очевидно, что жители села, даже если доберутся до городов, то у них будет проблема. Где жить? На что жить? Средств для десятков тысяч людей мы не найдем, чтобы всех оплачивать. Поэтому еще вторая проблема. Эти люди активно не участвуют в нашем чате, они политически плохо подкованы. И вообще просто очевидно, что наши сельские жители не смогут участвовать в таких акциях протеста. Это мировая практика. Теперь по поводу того, что проводить только в Алматы и Астане. Ребята, я приводил сегодня пример, когда выступал в прямом эфире в Инстаграм и Фейсбук, Ютуб. Говорил следующее. Это в банановых республиках власть меняется в одном городе. Берет какой-то военный сержант, берет роту военных, пару броневиков, танков и меняет власть. Через месяц его тоже сбрасывают таким же образом. А вся страна наблюдает за тем, кто берет власть в одном дворце. В любом случае, это нелегитимная власть. Власть будет легитимной, народной, тогда, когда весь народ в этом участвует по всей стране. И тогда, да, тогда это воля народа на смену режима. И попытка провести митинг в одном городе, она просто провальная и неправильная. Режим должны менять все граждане страны, а не в одном городе, во-первых. Во-вторых, я говорил, что власти легко стянуть полицейские по всей стране, с регионов в один-два города. А когда акции протеста проходят одновременно во всех регионах, полиция остается на местах, она размывается, и в Астане и в Алма-Ате будет менее 5000 полицейских. Это небольшое количество. Понимаете, да? Поэтому нужно проводить акции протеста по всей стране, тренироваться, подтягивать людей, набираться опыта. Теперь о наших дополнительных новых силах, которые могут быть привлечены на эти акции протеста. Это ипотечники, и те, кто взял потребительские кредиты на разные цели, на проведение ремонта в доме, на того, чтобы кто-то учился, члены их семьи в институте и так далее. Таких у нас граждан свыше 8 миллионов человек. Я уже озвучивал. В программе ДВК говорится, что мы будем списывать ипотечные займы по квартирам стоимостью до 30 миллионов в тенге. Обычно, если жилье стоит порядка 30 миллионов в тенге, человек в то время от 30 до 50 процентов вносил собственные средства, и остальные были банковские. Так вот, мы эти займы все спишем. Спишем остатки кредитов, которые были у ипотечник, когда ДВК придет к власти. Это мной было уже озвучено давно. Мы провели расчеты. Там буквально от 2 до 4 миллиардов долларов весь рынок ипотечных займов. Есть какая-то часть из них невозвратных. И мы эти суммы, я уже озвучивал, легко сможем обеспечить и спишем ипотечные займы на кредиты стоимостью квартир до 30 миллионов в тенге. Мы должны поэтому в тему наших требований расширить, то есть если у нас до этого было бесплатное образование, то к 6 июля мы можем уже расширить и потребовать правительство списать ипотечные займы до 30 миллионов в тенге в рамках программы «Демократический выбор Казахстана». Это мы можем озвучить как требование дополнительное к тому, что есть. Теперь долгое время к нам обращались люди, которые предлагали списать кредиты именно потребительские. Ну я считал, что суммы большие, но сейчас я глубже разобрался, изучил цифры и выясняется, что на самом деле эти суммы для всей страны незначительны, в масштабах страны, именно в масштабах страны. Я сейчас поясню все. Выясняется, что всего лишь вот по итогам прошлого года я видел порядка 4.7 триллиона тенге. Это порядка 13-14 миллиардов долларов всех тех, кто взял потребительские кредиты. И количество людей, которые... Извините, я цифру опять неправильно сказал. 4.7 триллиона тенге – это порядка 12-13 миллиардов долларов, если совсем точно говорить. Это весь объем потребительского кредитования населения. Притом набрали таких потребительских кредитов население более 8 миллионов человек. То есть это фактически все взрослое работающее население. У нас бюджет страны сейчас порядка 30 миллиардов долларов. Это только республиканский бюджет. И я говорил, что мы буквально в течение одного года работы правительства ДВК будем в состоянии удвоить размер бюджета, то есть довести его в течение максимум двух лет до 60 миллиардов долларов. Я могу проинформировать вас, что в 2014 году бюджет страны был порядка 50 миллиардов долларов. Если сейчас порядка 30, то в 2014 году был порядка 50 миллиардов долларов. То есть когда я озвучиваю цифру 60 миллиардов долларов за год-два, что размер бюджета станет удвоиться, это на самом деле суммы, которые уже были в стране. То есть это мы легко достигнем. Ну вот представьте себе, что бюджет вместо 30 миллиардов будет 60 миллиардов долларов. То есть у нас избыточные придут 30 миллиардов долларов. И наши расчеты показывают, что мы можем решить все социальные проблемы страны и проблем с учителями, поднять зарплату, и врачам. У нас на все хватит ресурсов, включая на реформы правоохранительных органов и военным. У нас на все хватит ресурсов, ресурсы будут в избытке. Это я вам говорю консервативную цифру, что у нас бюджет удвоится, потому что у нас бюджет страны в 2014 году уже был 50 миллиардов долларов. И вот смотрите, власть конечно скажет, это была девальвация тенге, поэтому бюджет уменьшился два раза. Это все ерунда. На самом деле, ну если бы девальвация так мешала жить, было плохо, то если доходы населения падали, то и у нашей политической верхушки доходы падали бы. Но посмотрите, они с каждым годом все богатеют, богатеют. Только за один семнадцатый год состояние Кулебаевых, только состояние Кулебаевых увеличилось на 2.1 миллиарда долларов. Только за один год. Сейчас общее состояние, только по официальным данным, Кулебаевых, Динара и Тимура, оценивается около 7 миллиардов долларов. Вы понимаете, да, то, что они для публики представляют. А реальное состояние у них во много раз больше. Как так получается? Вся страна как бы беднеет, только одна семья из года в год по паре миллиардов долларов добавляет. Если бы так было плохо, почему не беднеет в том числе политическая верхушка, а именно члены семейного султана Назарбаева? И потом, вы посмотрите фильм «Казмун и Адиас». За один вечер Динара Кулебаев вместе с Тимуром Кулебаев спустили 80 миллионов долларов на день рождения. И мы в этом фильме детально показываем переписку, откуда они взяли деньги. Эти деньги были украдены от государственной нефтегазовой компании «Казмун и Агаз». И когда наши национальные компании должны приносить минимум до 5 миллиардов долларов в прибыли, они все формируют убытки. Почему убытки? Потому что идет тотальное воровство государственной компании, специалистов и людей, поставленных на султан Назарбаева. Это клан Назарбаев грабит и миллиарды долларов вытаскивается всех национальных компаний. Вот я в фильме «Казмун и Агаз» показывал группу компаний «Комкорб». «Комкорб Холдинг». Там около 11, по-моему, предприятий. Там они и ремонтные компании, и вагоностроительные, и локомотивные депо, и все прочее. И поставка электроэнергии. То есть, это гигантская структура, которая стоит как минимум несколько миллиардов долларов, была отдано за 50 миллионов долларов. То есть, это сотни миллионов долларов генерирует компания доходная, да? При этом, Кулебаеву ничего там не делали, просто взяли, украли государственную компанию, положили в свой карман, и теперь эта компания им приносит сотни миллионов долларов в год чистого дохода. Хотя эти доходы должны приходить в бюджет страны. Одним словом, мы объявляем, как программу ДВК, когда демократический выбор приходит в классе, мы спишем все потребительские кредиты. Их сейчас 4, по-моему, точка 75 было по итогам прошлого года, но суммы незначительно изменились, поэтому это порядка 12-13 миллиардов долларов. Страна легко может это сделать. Особенно не забывайте, что каждый год Нусултан Назарбаев порядка 10 миллиардов долларов крадет из бюджета страны, запихивает его в свои банки, где сидят подставные его собственники и ворует. Только в 17-м году в Казком 2,4 триллиона тенге запихали в 8 миллиардов долларов. А затем этот банк Тимур Кулебаев купил за 2 тенге. То есть каждый год просто так только через банки воруются минимум 10 миллиардов долларов. И еще плюс миллиарды долларов воруются через национальные компании. То есть почему я говорю, что у нас бюджет страны удвоится в течение максимум двух лет. То есть 30 миллиардов долларов удвоится и станет минимум 60 миллиардов долларов. Это еще консервативная оценка, потому что мы перекроем все каналы воровства, потому что мы конфискуем собственность у Нурсултана Назарбаева и его ближайших помощников, как Тимур Кулебаев и член его семьи. Я уже озвучивал, что состояние Нурсултана Назарбаева порядка 200 миллиардов долларов. Поэтому у нас есть возможности списать все кредиты, как ипотечные, так и кредиты потребительского сектора. Мы просто конфискуем собственность, которая есть у членов семьи Нурсултана Назарбаева в ближайшем окружении и страна получит гигантские средства, исчисляемые точно десятками миллиардов долларов. Десятками. Поэтому 12-13 миллиардов связанные с потребительским кредитованием, у нас же вся страна закредитована. больше 8 миллионов человек. Мы в состоянии легко списать. Мы выплатим эти деньги и восстановим часть справедливости, выплатим банкам за тех людей, которые имели потребительские ипотечные займы. И таким образом все эти деньги придут в страну, они опять начнут финансироваться, денег станет много. Одномоментно, когда мы спишем свыше 4.7 триллиона тенге, представляете, в банковском секторе сразу будет избыток денег. Банки мы также конфискуем на султана Назарбаева. Они будут принадлежать государству, мы потом их продадим. И вот представьте, что денег в стране станет много. Есть закон рынка, когда денег много, стоимость в них резко падает, ставки стремительно упадут. Итак, ребята, вы можете передать всей стране, все, кто имеет займы, ипотечные займы до 30 миллионов тенге недвижимости, мы спишем полностью. Раз. Второе, мы спишем все потребительские кредиты, независимо, у кого какая сумма, 200 тысяч тенге или миллион тенге. Я получил данные, это порядка по прошлому году 4.7 триллиона тенге, это 13 миллиардов где-то максимум 14 миллиардов долларов. Мы все кредиты спишем, передайте всем тем, кто имеет потребительские кредиты, Демократический выбор Казахстана в своей программе заявляет, мы спишем все потребительские кредиты. Меня здесь спрашивают, читали ли комментарии. Да, я читаю, я вижу все. Я читаю, я вижу все. Мне здесь предлагает выходить каждый день два раза в день YouTube 10 в 11 потом два часа и так далее. Можно выходить, ребята, но тогда моя работа будет в чем заключаться? Я же не только должен просто выходить, я должен озвучивать программы, мы должны организовывать митинги, я должен писать пропагандистские материалы, объяснять, пропагандировать идеи демократического выбора Казахстана, писать посты. Поэтому три раза в день выходить это можно, но зато я потом работать не смогу, заниматься другими вещами. Итак, вот этими действиями мы, конечно, не всех удовлетворяем, потому что кто-то не взял ипотечные займы или потребительские кредиты и будет недоволен, либо что такое, почему им, а почему мы не взяли и так далее. Я по этому поводу хочу сказать так, справедливость одномоментно не может быть всех для всех ровная, но мы в связи с тем, что будем народным правительством, мы будем заниматься широко, всеми темами, в том числе социальные будут проблемы затронуты все слои населения. У нас будут инвалиды, пенсионеры, на каждый блок мы будем тщательно заниматься. Я вас заверяю, что денег в стране очень много. Их достаточно для того, чтобы решить все проблемы, абсолютно все. Мы сразу в течение двух-трех лет выйдем на совершенно новый уровень по доходам в бюджет страны, по благосостоянию, по качеству поменяется очень быстро, когда будет реально народное правительство, когда народ будет контролировать правительство. Значит, у меня спрашивают, а кому будем продавать банки? Опять перекупят богатей и снова под пресс олигархов. Я уже говорил, богатые люди и олигархи это разные вещи. Ребята, олигархи это те, кто свои богатства сделали вместе с властью, находясь при власти. И сейчас этим олигархами является узкая группа и все они приближенные Назарбаева. Их не очень много, чтобы вы понимали. А богатый человек, который заработал собственным умом, собственной деятельностью, это не олигарх. Поэтому вы не путайте, не называйте всех богатых людей олигархами. Если у нас эти банки, когда мы будем продавать любое имущество, эти деньги будут поступать в бюджет страны, и они будут перераспределяться среди наших граждан. Поэтому это очень хорошо, если нам за эти активы много заплатят. Во-первых. Во-вторых, государство обеспечит, чтобы эти деньги направлялись не только на социальные проекты, а строились новые предприятия, дороги, инфраструктуры и так далее. Тогда будут все эти деньги перераспределяться между другими, будут формироваться новые рабочие места, будут расти доходы. Поэтому не получится так, что узкая группа разбогатеет. Будут богатеть все. А те банки, кто купит, пусть даже богатые люди, они все будут платить нормальные налоги. И опять у нас поступление в бюджет увеличится, и опять это повлияет благотворно на все граждан страны. Ну и представьте себе, что когда такую массу денег мы в одном моменте заведем в банки, вы же, я же говорил, что ставки упадут, стремительно упадут, и будут низкие ставки, и вы, когда спишите все свои кредиты, и второе, вы будете зарабатывать совершенно другие деньги. Многим из вас, если и понадобятся кредиты, они понадобятся для открытия своего дела, потому что у вас долгов потребительского кредита не будет, по ипотеке долгов не будет, значит, что если вы имеете достойную работу, а такую работу мы обеспечим, как правительство ДВК, я уже озвучивал, как это мы будем добиваться, то у вас будет другая ситуация. Вы можете приобретать недвижимость, брать займы под низкой ставки в банках, понимаете, у вас жизнь изменится стремительно, вы все время как бы сейчас исходите из того, что как сейчас плохо живете, но после того, как мы спишем потребительские кредиты, ипотечные займы, когда ваша зарплата будет как минимум в 4-5 раз выше, ваша жизнь изменится буквально на следующий день, поэтому не мыслите ситуации, в которой вы сейчас находитесь. Поэтому приглашайте тех, кто имеет кредиты, ипотечные, потребительские, всех приглашайте на митинг 6 июля, таких людей больше 8 миллионов человек, это практически все взрослое население страны, которые, ну скажем, трудоспособный возраст, не пенсионеры, больше 8 миллионов человек, ребята, приглашайте на митинг, и давайте создавать массу, давайте создавать массу под наши заявления, под нашу программу, по списанию ипотечных займов и потребительских кредитований, я вам расчеты дал, и пусть кто-нибудь попробует мне оппонировать, пусть всем правительствам выходит, пусть Назарбаев скажет, что это популизм, я их разгромлю аргументами, никто из них звука не издаст, я вас заверяю, поэтому все у вас есть в руках, агитируйте народ, приглашайте на митинг 6 июля по всей стране, и мы выдвигаем дополнительные лозунги, полное списание потребительских кредитов, и этих людей больше 8 миллионов человек, и списание ипотечных займов на кредиты до 30 миллионов тенге. Ребята, теперь я от вас завтра жду информации по тому, каким образом будет проводиться мероприятие 6 июля по всей стране в городах и районных центрах, какой график, мы будем день-два собирать информацию, и потом уже дадим четкий план действий, он может быть в виде присутствия на этих мероприятиях, когда акиматы областей и городов проводят день города Астаны, второе, мы может быть организуем еще шествия и другие акции в этот день, мы определимся, в эти дни пойдет активная реклама, но самое главное, вы сейчас распространяете информацию ипотечникам, и тем, кто имеет потребительские кредиты, их более 8 миллионов человек, о том, что 6 июля мы к теме бесплатное образование и поднять зарплату полицейским добавляем списать потребительские кредиты полностью 100%, а также ипотечные займы на сумму недвижимости до 30 миллионов тенге. Как я озвучил, ребята, если нас будут десятки тысяч на этих митингов, власть с нами не справится, поэтому, когда кто-то предлагает, давайте ему расстреточимся в 20 местах в одном городе, это неправильное предложение. Правильное предложение набрать массу, пригласить как можно больше наших сторонников. Те программы, которые предлагает ДВК, их никто не предлагает и не озвучивал ранее. Все эти программы, они реальные, они подбиты цифрами. Я еще расскажу, пусть всем правительством оппонируют со мной, выходят с документами, и они будут разгромлены под тяжестью наших аргументов. Никто не сможет нам противостоять, никто не сможет объявить, что демократический выбор Казахстана популисты, никто. Они сразу потеряют лицо. Мы просто это легко покажем. Все в наших руках. Есть цифры, есть количество людей, больше 8 миллионов человек, которые имеют потребительские кредиты. Было ваше пожелание, я разобрался, все цифры изучил, мы в состоянии это сделать легко и сразу, первый же год мы все это сделаем. Ипотечники, имейте ввиду, что мы тоже ваши проблемы решим в первый же год. Так что, ребята, Алха Казахстан! Давайте Новый год, 2019 год, встретим бездну Султана Назарбаи. Я согласен с этим лозунгом, который здесь озвучен, я вот вижу в чате. Итак, я сегодня завершаю свой эфир, завтра будут вести эфир другие люди, мы озвучим кто. Я в среду обязательно буду выступать в Сау Волгсдар, до эфира завтра.